Эту древнюю легенду я сегодня сочетаю. Дело было в прошлый вторник лет 700 тому назад. Сёмной ночью к королевскому дворцу прилетел дракон, огромный, и заржал, как крокодил. Эй, подай сюда принцессу! Заберу её с собой! Может, съем, а может, в клетку посажу и засушу. Ну, а если кто принцессу ту решится защищать? Разговор у нас короткий. Был герой, а стал гарнир. Хороша была принцесса, но героев не нашлось. Все куда-то подевались, про дракона услыхав. Лишь один смельчат явился к королевскому дворцу. Он сейчас с драконом бьётся. Интересно, кто кого? Ну, перестань ты греметь. Костюм в порядок приводить надо дома. Мой костюм в полном порядке, Ваше Величество. Но если вам будет угодно ввести меня в королевский учёный совет, то я там должен буду явиться во всём блеске своего ума. Что тебе, дураку, делать в учёном совете? Там сидят серьёзные люди, думают. Вот-вот, я тоже сегодня думал. Ты думал? Уже свежие слова. Да, и думал всем, чем только мог. Головою и спиною, Голпаком и башмаком. Я хотел понять драконов, Что за странное зверьё, Словно мужчина повидла, На принцесс они летят. Стань! Не дубина, а догадка Осенила вдруг меня. Я открыл закон природы. Удивительный закон. И в чём твой закон состоит? Если девушка надменно отвергает жениху Одного, затем другого, А потом ещё он пропал, Десять, двадцать, тридцать, сорок Прогоняется двора И от каждого насмеётся ни за что и ни про что, То однажды непременно в гости к ней придёт дракон. Вот такой закон природы. Удивительный закон. А теперь, как говорят учёные, Ваше Высочество, Мне осталось ещё уточнить одну статистику. Скольким жерехам Вы отвергли? Сорока двум или сорока трём? Папа, ну, пану, пану, пану! Куро! Ты прийдет! Да знай, нет! Нашёл, чем шутить. Я и так себе места не нахожу. Ваше Величество, ваше место на троне. А твоё скоро будет на платье. Ничего отсюда не видно. Вот что. Пойди-ка вниз. Посмотри, как там дела. Потом вернёшься. Браво, ваше Величество! Превосходная идея! Зачем строить эшафот, Вплатить палачу? Куда легче послать бедного шута, Смотреть за боем? Дракона и рыцаря, Эти гиганты, Даже не заметят, что там хрустнуло. Значит, придётся заплатить палачу. Нет! Ещё чего, что палач за мой счёт наживался. Ах, дочь моя! Вы взрослая уже. Давно пора подумать и о с вами. Когда, скажете, придётся вам по душе хоть кто-то? Ах, папа, оставьте! Мне замуж торопиться, Как кухарщик принцесса я. А это значит, что любой мечтает обо мне, Как о загадке, о подарке, о сокровище. Но почему-то в бой немногие вступают ради вас. Немедленно я издаю украсть. И дабы не теряясь минуты зря, Я не буду даже звать секретарем. Тот славный рыцарь, Что дракона победит. Пусть даже он не очень народовит, Дочь королевскую получит жёлтой. И сам станет наследием короны. Меня получит! Легко сказать. Вот, дата, подпись, вот. И вот печать. Эй, ты что-то слишком быстро прибежал. Ух, да! Если Бог бежал бы ещё скорее. Скорее, скорее, а главное, подальше, подальше. Плохо дело, ваше величество. Рыцарь пошёл в атаку, но неудачно. Дракон забил его скорее. И теперь наступает поля грём из пасти. Рыцарь прикрывает, течетомно пытается колоть копьём. Но копьё не может пробить панцирь дракона. Видно, что сила герой на исходе. Скоро дракон приживёт его к стуле. И тогда всё. Но ведь пока ещё не всё. Ведь герой ещё жив. Значит, остаётся время потешить себя надеждой. Последнее удовольствие, что может себе поспать. Ступай! Куда? Что за вопрос? На поле боя, разумеется. Ваше величество! Дракон разъярён! Я боюсь, что не успею вам доложить, как кончится бой, прежде чем сам кончусь. Вызвать молоча? Да, вызовите! Пусть он отрубит голову дракону. Он давно заслужил. Палач дракона не обслуживает. Палач обслуживает только людей. Кроме того, от дракона ты, если повезёшь, сможешь убежать. А от палача, вряд ли, подумай. Ваше величество, я же дурак. Зачем мне думать? Мне и так всё понятно. Дракон потребовал принцессу. И, вопреки законам пьесы, не спас принцессу-герой. Судьба принцессы-герой. Её последняя защита лишь пожилой отец-карлот. Что остаётся делать королю? Погибнуть с многонавления раньше. И не видать, как дракон потащит дочь в тропезну свою. Шарман-папа, как это мило. Я вашу шутку оценила, но слишком чёрный выбор ваш. С драконом мы конфликт уладим. Ну, как следуем заплатим. И кончим этот яроваш. С удовольствием. Пять золота в весе. Ура! Он требовал принцессу. Ну, если это хочет он, тогда вам приказать, что надо принять сюда баран Стара. Когда насытится дракон, уже не будет куравесить. Аааа! Дракон требовал принцессу. Ну, это знаете со всех. У него такие вкусы. Давайте погулять отпустим. Дуфремен, у меня их всех. А, да, посмотрим по процессу. Дракон потребовал принцессу. Папочка, что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю. Сейчас дракон покончит с героем. И перейдёт за тобой. Я встречу его как смогу. А потом... Потом мне уже будет всё равно. Аааа! Ваше величество! А что с палачом? А в чём? Да что с ним случится? А то я вижу, вы взялись за его работу. Подумал, что-то скреслось в королевстве. Так, я вижу, ты всё-таки убежал. О, убежал! Правда, теперь это уже совсем не трудно. Теперь даже черепаха от него убежит. Если, конечно, захочет. Так как дракон лежит... Дракон лежит без движения и вряд ли ещё куда-нибудь пошевелится. Так что рыцарь встал ему поперёк горла. О, не рыцарь, ваше величество. Это надо было видеть. Копьё рыцаря встало дракона поперёк горла. Когда дракон прижал его к стене, и, казалось бы, уже всё кончено. Рыцарь изловчился и к классическим ударам дракона прямо в пасть. Раз! Дракон даже не пикнул. Не пикнул, говорил. Ура! Ура! Так, религер, не герой. Нет, ваше величество, это я хрипнул. Но вы сами посудите. Как можно было видеть всё это равнодушно? А я это видел! О-о-о-о! Всё! Пристань ты, голландия. Так, где герой? Герой идёт сюда, но очень медленно. Медленно? Почему? Он тяжело ранен. Нет, даже почти совсем не ранен, можно сказать. Но ему будет тяжело пробираться через великующую толпу. Ну что ж, тогда пойдём к нему. Дальше положи. У меня есть, чем наградить славного рыцаря по заслугу. О-о-о! Достойная награда. Достойная награда. А ну исчезли и появляйся пока, рыцарь во дворце. Только занечу где-нибудь твою грубую голлу. Немедленно порочу её молочу. Вот, рыцарь, вот твоя награда. Поворю, пуйте здесь, а я пока пойду. Ты, извини, слова мои просты, сказал бы я, что не встречал подобной красоты в родных краях. В родных краях, увы, жених оброс король. Ко мне сам папа обращается на «вы», а он король. Вы, как бы, выручат слова? Когда такой восторг внутри, что помнишь и слова едва? Те, извиня, что не говори. Добли, смирится. Вы ведь давно не бывали в предворе. Точнее сказать, ни разу. Это момент. Вам так трудно говорить стихами и не соблюдать предворный этикет. Поэтому я разрешаю. Говорите в родных, как простолюбие. Благодарю, моя принцесса. Но я не простолюбие. Мима, мой род известен тем, что издревле охраняет границы этого королевства. А при что вас выводило оставить это чудное поприще и примчаться в столицу? Как что? Дракон? Ах, да, да, да. Одни неприятности с этими драконами. Ну что, вы его победили и дальше. Я жилюсь на тебе. Почему вы так решили? Во-первых, указ его величества короля. Я человек военный и привык выполнять приказы. А во-вторых, ты сама мне нравишься. А в-третьих? Что в-третьих? Для полной гармонии нужно было бы еще одно маленькое условие. А какое? Наверное, такое, чтобы вы мне тоже нравились. Как вам кажется? А, ну, да, конечно. В-третьих, я и тебе нравлюсь. А, кстати, почему ты мне выкаешь? Ведь уже завтра мы станем мужем и женой. Я вам выкаю, и что как раз вы совершенно мне не нравитесь. Ну, а как же ты собираешься за меня замуж выйти, если я тебе совсем не нравлюсь? А кто меня спрашивал? Папочка из-за указ? Папочка из-за указ? Вы готовы его выполнить? А бедную принцессу, как бедную принцессу, как бесплатную рабыню. Да, не очень благородно получается. Ну, что же делать? Добрый, если у вас есть хоть капля жалости к несчастной девушке, то пойдите к папочку. Может, он отменит свой пас? Браво! Его Величество поблагодарил меня за мою службу и спросил, готов ли я и впредь ему так верно служить. Конечно, я ответил слово чести. Не папочка, а хитрый старый лис. Ну, так, пойдите к нему. Скажите, что берете свое слово обратно, что вы передумали. Слово чести обратно не берут. Так и что же будет у нас за семейная жизнь? Разве возможно счастье там, где мне свои на любви? Не знаю, мне доводилось слышать разные истории. И кроме того, у меня есть одна вещь, которая нам поможет. Вот, оно волшебное! Я думала, он просто не умен. А он, оказывается, еще и помешан нас с каском. На, держи! Она приносит счастье! Ну и что надо сказать вам? Скоро-боро! Ча-ча! Влюбись, принцесса! Скоро-ча! Нет! Все гораздо проще! Это кольцо подарила моя бабушка моему отцу перед свадьбой. И после свадьбы он с моей мамой прожил много-много лет в счастье и согласии. А моей бабушке мой прадедушка. А про дедушке, про бабушку и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Все мы жили очень часто. Еще как? Понятно. Добрый мой, добрый мой! А мы в вашей жизни, мы официальные. Значит, оно теперь мое? Да, твое. Ну, и это значит, что я поднялась на тебе, что хочу, да? Ну, да, а что? Эй, на! Что ты доделала? Располетела свой вечер после моего усмотрения. А что? О, благородный лица, если вам так нужно, то полечка, то пойдите, догоните нищенку. Сударь. Вы из-за своего слума чести забыли все остальные слова, да? Да. А, решайте трудную задачу. Чего лишиться? Рыцарской чести или счастья в личной жизни? Пойдите, обратитесь к бабочке на учебный совет. Может, там вам помогут? Нет, такие задачи не решаются умом, а сердцем. Вам, конечно, известно про злую колтурию, которая крадет у людей молодость и красоту. Это что еще за чудо-юдо с первого их слышал? Странно. Везде в королевстве короля-то леет. Да пусть в простонародье болтает о том, что у нас внешне устроено. Колдунья одинаково опасна к простым девушкам, так и к принцессам. Ну а что она мне сделает? В дворце полно стражей. Кто ее пустит? Я отдам обед. Обед? Как интересно, из каких блюд? Не обеды, обеды. Торжественное обещание, если вам так понятнее. Опять, короче, есть, да? Да. И вот он. Я обещаю найти эту колдунью. Если мне удастся ее победить, я вернусь и женюсь на тебе. Еще. Браво, браво. Логко выкрутились. Колдунья, приводи вас в нем, в простатце. И вы уже не сможете жениться на мне. ПЕСНЯ Я вроде всё правильно делал, Да видно, что-то не так. Открыл руку правду я смело, Вдруг стал мне навеки враг. Я вроде всё правильно делал, Да видно, что-то не так. Душа быть красивой хотела, Высокой и чистой, как флаг. Я вроде всё правильно делал, Да видно, что-то не так. Что ты наделала? Ну, бабочка, ну, это же уже было моё, Ну, пожалуйста. Как ты могла отдать кольцо? Ну, прости, ну, послушайте меня, бабочка. Молчи, дочь непокорная, молчи. Пойдёшь, сейчас. А где же трубачи? Ты что здесь делали? Ты тебе что говорила? Дики. Вы мне говорили показываться, Пока рыцарь в конце. Ну, как я понял, рыцаря здесь нет, И долго не будет. Так я решил, что и мне нужно показаться. А так где же трубачи? Что вообще? Пошли, я услышал, Рёв дикого слона. Тогда я подумал, Откуда в тронном занятии слон? Тогда я решил, что это вы. Вызвали трубачей, И что они отрепенсировали Перед вами боевые сигналы. Ну, так я прихожу, И вижу трубачей тоже нету. И что за фадвары такие гремели? Ума не приложу. Было бы, что дураку прикалывать. Пошёл вон, вмешай беседовать с дочерью. Сейчас, но перед тем, как дальше Вести свою мирную беседу С любимой дочерью, я на вашем месте позвал бы Хоть одного трубача, чтобы он там играл перед дверью. А то придворные уже волнуются. Я сейчас не трубача, а кому? А палача? Палача? Ну, это уж слишком. Разве принцесса так сильно провинилась? Еще. А она сейчас для тебя, голубав. Вон отсюда. Нет. Нет. Иди-ка назад. Стой. Вот. Нет. Вот так. Вот так. Заткни уже. Вот так и замри. Дар. Жениха. Иногда и вам, мои каплицы потешки. Ну, конечно, но только не теперь. А чего ж не сразу? Я больна. И мне нужен покой и тишина. Уловки ваших знаменов. И ни одна от имени пройдет. Немедленно на плоские кольца. А я делаю доброго отца. Ах, пожалуй, слишком доброго вы. Чем не стеснялись, пользовались вы. В сию минуту я издаю указ. Касаться будет он не только вас. Я, как отец народа своего, заботюсь обо всех отцах его. Повелеваю всем девиц. Едва им восемнадцать лет на станет. Без справедления зам. Строим под венец. Заром нажим. Никаких отстройок. Ай, Никаких, так ты подслушивал. Эй! Балач, сюда! Ваши принцесса, смотрите, принцессе плохо! А мне плохо, врача! Эй, врача, скорее! Я еле дышу доктором! Эй, докторы, сюда! Или врача! А, кстати, кто лучше? Балача! Нет, не надо! Эй, врача! Доктора! Эй, врача! Балача! Кубка балача! 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 Ира, каких на свете мало. Зачем про то кольцо? Вчера ему я рассказала. Могла запросто собрать пудра у герой и точка. Нет, хотела показать отцу характер, дочка. Увы и ах! Куда влечет принцессу доля, зная! А ну-ка, погоди, еще они меня узнают. Эй, ты, уродина! Ах, добрая принцесса! Сама знаешь, что добрая. Великолепная принцесса! Сама знаешь, что великолепная. Умная принцесса! Сама знаешь, что умная. Ты мне тут зубы не заговаривай. Где кольцо? А какое кольцо, изволит, говорит принцесса? Про то самое, что я кинул тебе вчера. Ах, про то самое колечко, которое щедрое принцесса, бедная женщина. Про то самое. Ну, где оно? Здесь, здесь. Где же здесь? Симпатичное такое колечко. Бедная женщина даже не встала его менять на кусок хлеба. Аж сапина филеет. Отлично, отдавай его сюда. Как? Щедрая принцесса отбирает вам бедные женщины подаяние. А дашь принцесса? Получишь золотой. О, безвестная принцесса. Это золотой. Хочешь, не забывай. Скорное колечко. Бедная женщина не достойна такого даму. Бедная старая женщина, она шкачет просто так. Живище. Маленькую мир. Которая заблаговерит любезная принцесса. Давай, давай, только скорее. О, терпеливая принцесса. Бедная женщина прожит совсем немного. Бедная старая женщина не смеет подойти к принцессе. Она подползет к ней. Вот так. Теперь, распространительная принцесса, посмотрите в недостойные глаза бедной женщины и протяните к ней ваши нежные руки. Бедная женщина не смеет подойти к ней. Легкости. Та хороша. Та хороша. Ручки. Ножки. Личика. Вот красота. Хорошо тебя папочка содержал. Холил на левее. Ты кто такая? Как тебе скажу? Кто была? Не важно. Зато теперь буду принцессой. Так как ты смеешь? Я сейчас пойду к папочке. Он живо с тобой разберется. Да пойди, пойди. Да ты пойду. Только сперва на себя полюбуйся. Ой, бедная принцесса. Та хороша. Как попалась? Запомни, несчастная горнячка. Ни отчего. Люди так не глупеют, как от душа камерье. Ладно. Тебе уже поздно учить, уроди. Надо пойти во дворец. Обрадовать папочку, что кольцо вернулось. Это сон или просто сошла я с ума? Это смерть или просто сошла я с ума? Вроде те же дома, вроде здесь я с ума. Но у меня уже нет понемысленный бред. Невозможно такое. Но вот оно здесь. Невозможно такое. Но все-таки есть. Это здесь и со мной? Это здесь и со мной. Это я? Это все лишь однажды. Ничего больше нет. И меня больше нет. Он чудовищный бред. Понравился обед? А что у нас хуже? Простите за совет. А вам не будет хуже? Мне? Нет. А тебе, болванка. Какое дело? Пинцесса целый день как следует не ела. Да, нагуляла. Что? Как он сидит? Прекрасный аппетит. Так лучше аппетит, чем, например, А ты простудок. А ты простудок. Сейчас, как полететь тебе в башку тарелка. Посмейся ходить. Какой кошмар. Какой кошмар. Какой кошмар. Какой кошмар. Скажем так. Какой кошмар. 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 Я теперь очень хочу замуж. Даже не дожидаясь ужина. Прямо сейчас. Ну, нет. Сейчас не получится. Ведь ваш жених еще далеко отсюда. Мой жених? Да. Мой жених. Да. Мой жених. Да. Мой жених. Эм. Где он? Он ищет колдуну, которая крадет у людей молодость и красоту. Ой. Что с тобой? Веркло? Нет. Просто я видела эту колдуну. Она прямо на моих глазах превратила девочку в ужасное чудовище. Ой. Хорошо, что меня не увидела. А ведь тоже могла превратить. О, бедная девочка. Сколько перетерпела. Да. Как рисковала. Да. Но ничего. Самое страшное уже позади. Да? Да. Только опишите эту злую колдунью. Мы оправим описание рыцарю. Он быстро ее найдет. Ну, только он пусть не везет ее во дворец. Я боюсь. Хорошо. Ну, вы знаете что? Мы знаете что сделаем с ней? Тут приказ может быть. Ну, казнить на месте. На месте? Хорошо. Я прикажу рыцару казнить колдунью на месте. Вот так ей надо. Вот так ей надо. Голову с плеч. Руки-ноги. Ха! И туловище на пополам. Ай-яй-яй-яй. Так принцесса нагуляла не только прекрасный аппетит, а еще и кровожадной стала. Папочка. Что я тебе говорила о нем? Прогоните шута. Пошел вон, дурак. Не появляйся пока. Вы не поняли меня. Прогоните шута совсем. Чтобы и духу его здесь не было. Ну, дочь моя, шут, конечно, дерзок и глуп, однако. Никаких однако. Если вы не прогоните шута, я отказываюсь выходить замуж. И ужинать я тоже отказываюсь. Ну, принцесса. Прогоните шута. Прогоните, 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 прогоните. И все. Ты, вот, конечно, не обижайся. Там не знаю, что с ним. Лишь раз принял воспитательные меры, оно вот так обернулось. Ваше Величество, не беспокойтесь, я вас понимаю. Ну, и принцесса тоже понимаю. Ага. Ну, вы вот подумайте. Всю жизнь лю-лю-лю, да сю-сю-сю. А тут воспитательные меры. У нее, наверное, сдвиг на нервные почвы. О-о-о-о. Папочка. Ну. Ну. Пошел вон, дура. Не поминай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я довольна. И готова. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, никаких больше условий нет, чтобы выйти вам замуж. АПЛОДИСМЕНТЫ Готова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И би segurança воружет из сплина на столько ссутствия еще. АПЛОДИСМЕНТ ÄM unpry её. student def Honor 보던 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 и XAsia Евгения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Странно, я все еще называю своей принцессой Хотя, очевидно, уже не являюсь ее И вряд ли когда обрету свой прежний облик И вот еще что странно, при всем при том, что меня теперь как будто и нет Я никогда раньше не чувствовала себя такой настоящей Ах, здесь довольно мило И что города недалеко Отдохну, пожалуй Не может быть! Или не он? Да нет же, точно он! Заметил меня, идет сюда Какой ужас! Я только что рука наелась Как я с ним буду разговаривать? А зачем мне с ним разговаривать? Я бедная старая женщина Он меня не узнает Только все равно иду А то жалеть наше Милости не подавать Еще чего не хватало Стой! Ни шагу больше! Я узнал тебя! Узнал меня? Но это невозможно! Еще как возможно! У меня твое подробное описание Сделано самой принцессой Принцессой? Какой еще принцессой? Не отпирайся! Ты злая колдунья Которая крадет у людей молодость и красоту! Ах, вот оно что! Значит, признаешь свою вину? Свою вину? Да что ж это я в самом деле? Доказать ничего невозможно! Все улики на мне! Точнее, я сама улика и есть! Путь, что будет! Признаю! Ну, это делает тебе честью Но не облегчает твоей участи У меня приказ Сказить тебя на месте Впрочем Если у тебя есть последнее желание Я попробую его выполнить Итак Господи! Неужели все? Конец! Нет, нет Да собраться надо Использовать Последний шанс Что же делать? Объяснять! Необъяснять! 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 Ну что же делать? Ах, может быть... Да! Раньше я смеялась над сказками Но теперь Ничего другого не остается Доблестный рыцарь Я хочу Я хочу Чтобы вы Крепко-крепко Меня Поцеловали Чего? Ну, я попробую Тут мне смелость и больше потребуется С чем с раком? Увы Чудо нечаяно шло Либо сказки все-таки врут Либо я слишком долго смеялась на горе Ну что ж Хоть конец моему учению Ваше последнее желание выполнено И теперь прошу вас меня простить Мне надо долг выплатить Нет! Не могу Драконов, пожалуйста! Вооруженного врага, пожалуйста! Беззащитную нищенку увольте Я отведу тебя в дворец На суд короля Если решит казнить У него есть палач Собирайся Может быть даже у принцессы Выпросишь помилование Что? Отец будет меня судить А я просить о помиловании этой ведьмы? Такое унижение Хуже смерти Я никуда не пойду Не пойдешь? Нет Ты не понимаешь? У меня приказ казнить тебя на миссии Вот и казните Я не палач Но у вас приказ Вы должны его выполнить Марш во дворец Я не подумаю Вот так и так Вот так и так Вот так и так Вот так и так Вот так Что все это значит? Вам скоро завод Или вы забыли? В этом и дело Мне скоро завод Нам всем не хочется Надо же нагуляться Варка Уменьшу Собирайся Собирайся Уменьшу Светлана твоя, И рядом над сердцем Судя в тему. О, скорее бы, скорее бы вернулся Ваш жених. Ну, что-то ж вообще мне хочется. Надо бы найти повод, Чтобы жених не жил. О, какой счастье А будет он. Какой счастье у вас будет. Бабочка! Это она! Это она, та самая колдунья, Которая хотела превратить меня. Это она! Она! Что, Саня, там плохо, хорошо? Все. Нехорошо. Врача, врача! Не, не, врача не надо. Лучше врача. Пусть не пьет, если пьет. Ну, нет! Нет, нет, не надо. Не упокой, Денис. Да с меня-то нечего взять. Как ты смел Не выполнить приказ? Ваше величество, Я воин, а не палач. И кроме того, Я не думаю, Что эта бедная женщина И есть та самая колдунья. Ты что-то много Говорить стал, Воину не подавать многословие. Тебе описали, Как она выглядит колдунья. Так точно. А совпадает? Да, но... Какие еще но? Ты что, не веришь Глазам своим? Ваше величество, Мои глаза Видят одно, А сердце Говорит совсем другое. Вы сами подойдите И поглядите на нее. Папочка не надо. Just do. Да. Действительно. Глазам. Что тут не было? Посадим ее... Эй! Посадим ее пока под замок. Ну не пока сейчас, Просто под замок. Завтра соберем Ученый совет. Пусть они ее там Хорошенько того Исследуют. А по процессу Решим, что с ней делать. Ваше величество, Вы самый мудрый И великодушный Король из всех, Которых я либо встречал. Пусть, конечно. А многое тебе довелось Повстречать с королевки. Ну, честно говоря, Только вас, Ваше величество. А ну, Вы тут говорились. Так, вот вам. Папочка, Вы самый Нелюбящий, Глупый, Черзый отец, Который у меня Было на свете. А вы, Рецепт, Просто дрянь. Вы не исполнили Свой обед, Поэтому я не считаю Себя обязанной Выходить за вас. Да, Вы правы. Не только Я не могу Быть за Ваше величество, Но сам Жениться на вас. Ну и Опозорил свой рот. Поэтому Я не считаю Себя Выцарем. И тоже Не заслуживаю Кольца этого. Вот и Берите его Обратно. Мне Кравстерны Вон какой Персик Преподнес. Смотрите. Так как Она Однажды Была у вас, Я считаю, Что у вас Она и останется. Вот и Мактай Отсюда Можешь забрать Свою чумазую Собой. Вот вам Собой. Бедная Любовь. Какую Чумазую? Какая Чумазая? Какая Еще Чумазая? Вы Что, Папочка, Свою родную Дочью Узнаете? Нет. А, Нет. Что это? Узнаю. А ты Кто Такая? Кто Я Такая? Кто Я Такая? Это Она Она Мне Приводилась А Я Я Я Нет. Сейчас Вы Меня Не Проведете. Вставай. Вставай. Все. Это Кто Та Из Везер Та 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 Гори А вы Нет Ты был Прав Кольцо Действительно Волшебно Да Моя Принцесса Снова Принцесса Я? Еще Какая Нет Дочь Моя Принцесса Вам Больше Не Быть Правление Свое Я Вскоре Переду Ему Быть Королем А Где же наш Добрый шут Беда Беда Не выгнал Я Шута Какая Срывота Как Касм Касм Я Рассказал Вам сказку Как умел Рассказ Был Немножко Торопливым Зато Финал Я Выдался Счастливым И Вроде Даже Кто-то Поумел А 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ